Ребята, всем привет! С вами Александр, Джурас Кволделай. У нас тут особый наборчик бронтотерии. Кстати, я буквально вчера, точнее сегодня выходил, вчера записывал серию про Джурас Кволделай, там бронтотерии, алосматерии, да, и вот мне тут про него напомнили. И давайте, думаю, пойдем как раз сравним вот наших бронтов по сравнению вот с теми бронтами, которые были. Так, давайте будем сейчас тут их искать. Так, это у нас эластмич, да? Да, ну, вот такой вот у нас эластмотерий. Давайте возьмем какой-то максимальный левел, ну, не максимальный, это как-то неправдоподобно. Так, ну, вот так вот, давайте я его отдалил. Вот такой вот у нас эластмич. Немножко шерстим, да? И вот такой вот у нас эластмиттерий. Вот, но в элайве мне нравится эластмич намного больше. Он как-то и пореалистичный, и рог у него такой длиннючий. А вот теперь давайте глянем на бронто. Бронт. Бронтотерий здесь, видите, выглядит совсем по-другому. Здесь у него роги такие узкие. У него абсолютно нет шерсти, но такие а-ля бронепластины есть. Так, а у меня здесь бронт-1. Ну, здесь тоже такие а-ля бронепластины есть, но более широкий рог. Такой рог, как был нарисован в этом, в ледниковом периоде, да? А вот здесь он немножко другой. Здесь у него на носу как будто бы, как будто бы рогатка, ребята. Так, но мы тогда идем, 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 идем в турнир. У нас есть тут турнир, вот, как обычно, самые сложные битвы. Это у нас битва за Гауфейка. Гауфезавр, кстати. Это же наше новое существо, ребятки. Так что, кто не разблокировал, нужно разблокировать. Блин, не знаю, так громко. Я сделаю тишем. Блин, ну, может, будет плохо игру слышно, но как-то она мне сильно в наушниках. Бьет этот новый эмулятор, переустановленный Нокс. Так что, еще, как вы говорите, я его не прикатал. Не знаю, как там все, громко-негромко. А вот, еще появилась вот такая вот фигня. Открытие доктора Ву. Я изобрел новый способ улучшения обитателя мира южского периода. Скорее попробуйте его. Только я что-то клацал, я что-то не нашел, как это можно его опробовать. Это какой-то, ну, типа, бусты, как в Jurassic World и Live какая-то фигня. Но я не пойму, где это должно применяться. Вроде как при слиянии, там, ну, здесь ничего не такого. Здесь тоже вроде как ничего не такого. То есть, как это дело применить доктора Ву, что-то я не понял. Да. Стройка здесь у нас продолжает идти. Ну, это вот, видите, значок точно. Значок был вот такой. То есть, это имеется в виду как раз вот этот значок. Это имеется в виду усиления какие-то новые. Да. Ну, рапторов до сих пор, короче, не открыли. Ну-ка, давайте зайдемте. Битвы с усилениями. Так, в скором времени события с усилением будут прекращены. Следите за новостями, чтобы узнать, что придет им на замену. Ну, то есть, ну, вот как бы. Почему они там написали, что я уже изобрел, но нифига недоступно. Ну, и здесь тоже как бы ничего недоступно. Ну, я понимаю, да. Этот турнир, ну, режим, наверное, не пользуется популярностью. Но, ну, как бы иногда мне интересно. Как бы в онлайн, понятное дело, я не сражаюсь в таких режимах. Да, но, в общем-то, бывает довольно интересно. Тогда, ладно, мы сейчас тогда уже будем продолжать, наверное, вот здесь. Раз такие дела-то. Гауфика, кстати, может сейчас Гауфика увидим. Давайте я покажу, в принципе, Гауфиозавра. Не знаю, покажу Гауфиозавра. Так. Гауфик, Гауфик, Гауфик. Вот. Вот он какой. Вот он какой. Так. Показатели на первом уровне. Вообще ничтожно слабенькие. Кстати, это, по-моему, один из этих первых рептилий водных, у которых были хорошо развитые ласты. То есть, большие и сильные ласты были. То есть, он был очень быстрым и манёвренным существом. Ну, насколько я помню. Так. Ну, и вот так вот он довольно прикольно, как морской дракон выглядит. Видео на канале про него есть. Про прокачку тоже можете найти. Был найден, так, в конце 19 века. 200 лет назад был открыт. 3,5 метра. Среднего класса плезиозавр, да? Плезиозавр. И такая длина и тонкая морда. Так, большая редкость и длина плезиозавров. Ну, довольно длинная шея. Да. Ну, в общем-то, там информацию смотрите в прошлом видео по прокачке его. Ну, кто бы сомневался. Так, а мы идём сюда. Так, вот Плиозаврик. Плиозаврик. Чем мы тебя будем съедать? Тушат Теутисом давайте. Мы его прогрызём. Рома Лео и... И кого ещё взять? Банальнейше давайте возьмём. Я уже думал, что подвисло, но нет. Так, он у нас 184-го уровня. Давайте, не знаю, укусим для разнообразия. Так, выглядит он уже забавно. Ну, это такой переливчик у него есть. Сделаем вот так. Два удара я не выдержу от него. Оу! 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 Так. Блин, это у него три всего лишь. Он сейчас протакует меня на два, небось. Не, на все три отлично. Кальмарчик наш пошёл отдыхать. Так, раз, два, три. Давай, Плотозаврик. Пойди поспи. Так, Архелон. Пробивает, нет? Не пробил, ха. Вот, смотри, а я что-то не обращал внимания, что у него на голове шипы. Ребята, у него были вот такие шипы на голове? И какие-то слишком длинные когти. Что-то я не обращал внимания. Что-то, разве было так? Или, может, они что-то доработали? Да. Ну что же, ждём, пока там вольер Раптора дорихтуют, там что-то изменят по поводу усиления. То есть это, Доктор Ву, имеет в виду, какая-то альтернатива усилениям будет, да? Ну, посмотрим, что они там придумают. Бой номер два. Вот и Гауфик, кстати, нам тут попадается в противниках. Ну, 157 уровня, я бы тоже с таким посражался. Вот, берём Платозавра. Платозаврика возьмём. Ну, можно взять Докодерму. И вот, вот этого парня, да? А вообще, можно было троих взять. Чё-то я так, наверное, заглупил, малёха. Ну, ксифакти, нам нужно кусать, по любасу. Не пробивает нас Архелон. Тоже 80-го уровня, крепкий очень Архелон здесь у нас. Думаю, проатакует нас на два. Даже на один. Нас забирали мы заветных четыре балла. А, проатаковал всего лишь на один. Вообще, это шикарно. Тогда делаем вот так. Перестарался, да? Ну, ладно. Ну, в общем, сольём Докодерму Платозавриком. Пробьём, блин, по-токсифактины. Ну, пусть будет так. Нам, в принципе, Платозавр больше не нужен. Раз, два, три и четыре. Переносим. Да и всё. И давайте, показывайте нам его величество, водяного дракона, Гауфиазавра. Шесть. Атакую всего лишь на три. Очень странное решение. Но оно его не спасёт. Такая вот у нас гусеничка. Победила гусеничка. Так, ну и последний бой. Возьмём Дунки, возьмём. Дунки. Да, ну Гауфик слабый, блин. Никак не получается его взять. Он же чёрт знает где. Пятьсот. Ну, чё тут можно с пятистами сделать? Ничего. Так, можно его потом просто взять. Пойдём на арену. Посажаемся с помощью. С его помощью. Ого! Вот это поворот. Один удар, один труп. А у него два и ничего не может сделать. Вот теперь может. Может, но ему страшно. Глин, да, можно было взять Гауфиазавра сейчас. Вот я сейчас бы мог бы проатаховать. Отлично. Отлично. Как раз чётенько его пробиваю. Мой хвост такой прикольный, как булава какая-то. Битва черепашек. Продолжение следует... Да. Что за? Что за? Что за? Какая корешка! Что за? Что за? Что за? Смейк? так амфицион и идем в пвп подводный так вот где-то здесь у нас гауфик вот гауфик тогда берем вот этого парня вот так вот и вот так помчались 800 800 то есть у него два сильных и один слабый ну ничего себе у него два сильных вдвое сильнее чем мои так у него был один балл так вот распределение баллов непривычное 2 атакует на 2 ну приходится пробивать но у него осталось только декадерма сильная делаем вот так он наверно подменится сейчас нет не подменился решил протоковать круто что я защитился иначе бы не были бы гайки но круто мы тут все разыграли и гауфик у нас выходит последний плея кстати вот очень хорошо да плеозавр против был бы леоплевродон они очень похожи с собой будет нас гауфик завершать гауфик имеет двоесть более сильный удар ну а на максимальных уровнях они примерно были бы одинаковые да супер удар вот такой морской дракон победил ребятки так что не забывайте ставить лайки под видосиком и до скорых встреч ребятки всем пока а